Здравствуйте, дорогие наши телезрители! В канун Нового года мы очень рады встретиться с вами и поработать здесь, в этой студии. И я с вашим удовольствием представляю вам моего собеседника и коллегу Анну Сергеевну Белоусову и я, Ольга Перевалова. Мы поговорим сегодня о том, какие ошибки не надо делать в новогоднюю ночь, если иметь в виду питание. И что в нашем рационе, следующем за новогодние ночи, надо поменять для того, чтобы не проститься с красивой фигурой, тонкой талией и вообще как не поправиться в те праздничные дни, которые следуют сразу за Новым годом. Как вы думаете, Анна Сергеевна, эта тема актуальна на сегодня? Я думаю, безусловно, потому что в новогоднюю ночь наш организм получает самый настоящий пищевой удар. Да, просто праздник живота. Праздник живота, конечно, это скорее праздник ротовой полости, праздник вкусовых рецепторов. Но давайте не будем забывать о том, что вкусные вещи на одну минуту во рту и на всю оставшуюся жизнь Натальи. Хорошо. Мы с чего начнём, как вы считаете, вот эту сложную тему? Ну, я думаю, что, наверное... Может, с алкоголем? Давайте с алкоголем. Потому что 10 дней, и большинство людей будет, конечно, использовать праздники для того, чтобы выпить, и это можно больше. Поэтому давайте мы поговорим о том, что всё-таки лучше пить и что не пить. Ну, не будем забывать о том, что алкоголь калорийен. Чем крепче, тем калорийнее. Поэтому крепкие напитки для тех, кто хочет сохранить фигуру, они практически исключаются, либо они должны идти в минимальных количествах. Это может быть коньяк, но коньяк надо пить правильно. Правильно это как? Правильно. Чуть-чуть. Есть очень хорошая пьеса «Ужин», в которой Толеран учит министра Фуше, как правильно пить коньяк. Он говорит, вы берёте бокал, согреваете его в ладонях, вдыхаете аромат. А Фуше его спрашивает, а что дальше? А дальше ставите бокал на стол. Правильно. То есть в коньячном бокале, пузатом, должна быть очень небольшая доза коньяка. Это может быть порядка 30 мл на самом донышке. И вот этот вот бокал, он смакуется, он пьётся буквально по каплям, когда мы практически не глотаем эту капельку, она растворяется во рту. И, в общем-то, от напитка благородного вполне можно получить удовольствие, при этом как бы не превышая рекомендуемой дозы. А какая доза рекомендуется коньяка в новогоднюю ночь? Ну, есть совершенно чётко обрисованные дозы, которые не вредят нашему здоровью, да, а если это какой-то алкоголь типа красного вина, то могут даже помочь. Для крепких алкогольных напитков это 30, максимум 40 мл, то есть это небольшая рюмочка. Коньячная рюмочка, вот она максимум 50, насколько мне известно. Для вина это вот такой вот бокал, порядка 200-250 мл. Если речь идёт о лёгких напитках, допустим, пива, то это порядка 300 тоже мл. Вот столько, да? Чем больше. Ну, конечно, предпочтение лучше отдавать вину, причём вину красному, богатому биофлавоноидами. Но на самом деле не обязательно пить вино в чистом виде, ведь существует очень много напитков, прекрасных праздничных напитков на основе вина. Тёплый глинтвейн, зимой, мороз, снег, на даче. Это же, по-моему, роскошный напиток. После лыж. Можно сделать пунш, когда мы добавляем в вино, можно использовать красное или белое вино, мы добавляем газированную воду и какие-то фрукты, разводя вино приблизительно напополам. Какие фрукты надо добавить? Чаще всего добавляют яблоко, цитрусовые, лимончик. Можно добавить немножечко винограда. Вот таким вот образом можно каких-то специй туда ещё добавить. Можно приготовить горячий напиток на основе вина и яблочного сука, где они смешиваются тоже в пропорции 50 на 50, и украсить бокал долькой апельсина. Тоже прекрасный праздничный вариант. Можно разводить вино даже горячим чаем. Водой или чаем. Или водой, как это делали древние. Греки недаром они с собой носили камень-метист, чтобы видеть, до какой концентрации нужно развести вино. Вообще во многих книгах о вине и о винотерапии я читала, вообще принято разводить любое вино водой. Это не для того только, чтобы, так скажем, не опьянеть, а для того, чтобы получить вот этот лечебный эффект. Потому что если это разводится хорошего качества водой или чаем, то мы получаем как бы в одном флаконе два удовольствия. И вино, и в то же время дополнительные жидкости, или витамины, или минералы, которых не хватает. Да, это такое сочетание приятного с полезным. То есть мы на этом акцентируем. Не забывайте, если вы хотите новогоднюю ночь сохранить трезвость, ума, то разводите алкогольные напитки водой, чаем, всевозможными соками. Это будет правильно. А вот запивать крепкие алкогольные напитки соком или водой не стоит. Если всё-таки делается выбор в пользу крепких напитков, то их лучше закусывать. Вот. А чем лучше закусывать? Вот, например, коньяк или водку? Ну, коньяк вообще по этикету закусывать не полагается. А водку закусывать всё-таки лучше не с оленьями, потому что тогда возникнет отёк лучше не чем-то жирным, потому что не очень хорошее сочетание жира и алкоголь. Закусывать лучше всего какими-то горячими закусками, либо, допустим, заливной рыбой, традиционным блюдом новогоднего стола. Горячими блюдами из рыбы, из мяса. То есть, в общем-то, таким образом получается, что у нас крепкие алкогольные напитки отодвигаются ближе к горячему. Выпить их, соответственно, удастся меньше. Ну и, в общем-то, последствия тоже будут меньше печальными. Хорошо. А как вы в эту программу, так скажем, алкогольную, которую мы же обсуждаем с вами, что будем делать 10 дней за такой большой срок, и наверняка люди будут стараться пить как можно чаще. Вот что может нивелировать влияние алкоголя на нашу печень, наше здоровье? Что надо пить ещё между алкоголем в эти дни для того, чтобы обезопасить свой организм от излишнего алкоголя? Ну, на самом деле, конечно, лучше и алкоголь постараться ограничить, потому что Новый год, старый Новый год, Рождество – это действительно праздники. В остальные дни всё-таки лучше придерживаться трезвого образа жизни. Но если всё-таки мы сталкиваемся с чередой праздников, как это у нас обычно бывает, что нужно? Нужна обязательно клетчатка. Это свежие овощи, свежие фрукты, это отруби. И вот здесь у нас совершенно замечательный нешлифованный бурый рис – источник клетчатки. Кроме того, сам по себе рис помогает очищению, интоксикации. Замечательный ассорбент. То есть можно... Да, либо вот такие хлебцы. Семь лаков. Из круп можно готовить либо традиционные каши, либо какие-то блюда с крупами, там добавлять их в те же супы. То же самое, кстати, можно делать и с отрубями, добавлять их в суп, либо в горячее блюдо. Отрубей, вот такие вот, например, ржаные отруби с морской капустой. И вообще всевозможные варианты. Значит, сейчас очень много разных вариантов отрубей продаётся. То есть их надо покупать в спецмагазинах диетических, да, или в аптеке. Или в аптеке, да и в общем-то в крупных каких-то продуктовых магазинах обычно несколько видов отрубей присутствует. Да, клетчатка просто продаётся отдельно. То есть это надо использовать как ассорбент, чтобы не, если уж вы немножко перепили и переели, эти продукты помогли вам вывести лишнее из организма и не зашлаковываться. А вот чаи, вот у нас с вами любимый наш чай из суданской розы, да, каркады, гибискус, да. Вот мне кажется, этот напиток очень хорошо помогает людям разгрузиться после застолья. Да, действительно, он обладает мочегонным эффектом, он обладает лёгким послабляющим эффектом. То есть наши детоксикационные системы начинают работать в ускоренном режиме и помогают выводить токсические продукты из организма. Можно использовать чаи на основе ромашки, на основе мелиссы и мяты. Можно использовать различные сборы. Печёночные сборы. Печёночные, желчегонные, пищелезные, пижма, зверовой, хвощ полевой, да, ромашка. То есть исконно русские травы, которые растут в любом регионе у нас в России. Да, пожалуйста. Вот если вы имеете такую слабость собирать такие травы, я, например, умею, каждое лето, начиная где-то с середины июля, запасать травы, сушу и их использую обычно в новогодние праздники. Делаю из них чаи, термосе настаиваю там несколько часов, потом их пью. Ими же, кстати, можно разводить и некоторые вина. Неплохо. А причём некоторые травы можно использовать не только в засушенном виде, но, допустим, либо в замороженном виде, либо держать их в нарезке, в засолке, вот как иногда засаливают зелень для супа, да. Можно использовать подорожник, можно использовать ту же петрушку. Совершенно замечательно. Вот когда поспевает морковка и свёкла, собирать ботву, мелко резать, замораживать, и потом с этой ботвой можно готовить салаты, можно готовить супы. Супы, щи. Да, это прекрасно загущает суп и даёт аромат, даёт необходимое количество клетчатки, витамина А, который сохраняется, кстати, при заморожке. И обычный вкус получается. Да, то есть можно летом уже подумать. Ох, на новогодних праздниках. Если у вас есть морозильная камера, и вы не знаете, что в неё положить, или там место осталось, то это очень хороший, так скажем, рецепт для того, чтобы подготовить себя заранее к новогодним праздникам. Заморозим таким образом ботву. Мне очень, кстати, нравится использовать обычный наш жёлтенький цветочек, как он называется? Одуванчик. Да, одуванчик. И зелень одуванчика точно так же можно нарезать, да, и то же самое заваривать, и использовать его вот в дни разгрузки. Потому что из него, во-первых, можно и салаты делать, если правильно заморозить, да, и сама по себе трава, и цветочки, они все идут вот для этой цели, так сказать, как очистительная... Да, он очень здорово, ведь стимулирует работу печени, кишечника, и лёгким очагонным действием обладает. Поэтому надо заготавливать с лета. И даже вроде бы как сорняки нам могут хорошо прогодиться зимой. Хорошо. Мы сегодня с вами поговорили немножко о том, какие правила игры существуют в нашем сложном деле сохранить фигуру и здоровье сразу после новогодних праздников или во время них. Мы продолжим эту интересную тему в следующий раз. А на сегодня всё. До свидания. Были рады с вами быть.